Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейский портал Экзегет пришел очередной вопрос. Скажите, когда я слушаю того, кто осуждает, то я тоже согрешаю? Ну, такой интересный вопрос, потому что что значит слушаю того, кто осуждает, в какой ситуации приходится слушать? Иногда это бывает связано с нашей работой, когда руководитель распекает какого-то человека или говорит о нем в его отсутствие, и мы просто вынуждены слушать вот эти осуждения, эти слова, и ничего не можем изменить. Иногда мы, наоборот, подогреваем своим участием подобное поведение, осуждение других людей, когда становимся собеседниками и заинтересованными слушателями тех или иных людей, которые занимаются осуждением. Поэтому, конечно, для нас будет более полезным, если мы не будем участвовать в подобных разговорах, если мы постараемся никого не осуждать и в своем сердце, в первую очередь, чтобы не зарождалось осуждение по отношению к нашим ближним. Но иногда бывают такие ситуации, когда такой разговор неизбежен. И здесь, помимо того, что мы занимаемся собственным спасением, да, и стараемся в свое сердце не вкладывать вот этот грех осуждения, ну, конечно, важно помочь еще и нашим ближним, с кем мы собеседуем, с кем мы разговариваем, потому что ведь это наши близкие люди, это же ведь те люди, которые нам доверяют, и, может быть, они неосознанно занимаются осуждением, а просто в силу своей привычки. И тогда важно им сказать, слушай, а давай вот не будем никого осуждать, давай поговорим о чем-нибудь другом, например, о хорошей погоде или о каких-то других вопросах. И человек через вот эти наши добрые, такие ненаязчивые слова, может быть, тоже подумает, а зачем я осуждаю, и перестанет это делать. И тем самым мы поможем не только себе, но и нашим ближним. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok